Не все знают, что же такое LSAT. А это стандартизированный тест для поступления во все правовые школы, которые утверждены Американской Ассоциацией Юристов. В этой короткой презентации вы узнаете самое главное. А теперь внимание! Если вы получили юридическое образование в своей стране и претендуете на степень LLM, то вам не надо сдавать этот тест. Достаточно только сдать тест TOEFL. И главным условием здесь является наличие у вас юридического образования, полученного в своей стране. Более подробно об этом смотрите в презентации на нашем YouTube-канале «Хочу в Law School и точка». Вы узнаете, чем отличается юридическое образование от нашего отечественного, какие существуют варианты поступления и предъявляется вступительное требование к иностранным студентам. Тест LSAT для поступления в юридические школы был разработан в The Law School Admission Council, LSAC. На данном слайде представлена ссылка на LSAC, где, собственно, можно получить последнюю информацию по данному тесту. Law School Admission Test не определяет уровень знаний в юридической сфере. Его целью является оценка вербальных и аналитических способностей тестируемых. Некоторые разделы – чтение, логическое рассуждение – по типу заданий, похожи на аналогичные разделы экзамена GMAT. Сдавать LSAT можно не более чем три раза за два года. Результат теста остается действительным в течение пяти лет, а сам тест стоит 165 долларов США на октябрь 2013 года. Теперь о структуре. Тест состоит из пяти частей, представленных на данном слайде. Все вопросы будут с выбором ответа. Четыре части являются собственно тестом, за который студент получает отметку, а пятая часть является экспериментальной и она не оценивается. Это, как правило, набор вопросов для будущих тестов. В конце теста дается получасовое письменное задание, оценка которого не входит в общий результат теста, но это задание посылается в школы, в которые студент направил свои заявки. Как и все стандартизированные тесты, тест LSAT оценивается в цифровом варианте и в данном случае от 129 до 180 баллов. Средний балл около 150, но самые главные 25 школ, например, требуют балл выше 160. Необходимо уточнить, какая оценка требуется для поступления в нужную вам школу. Ближайший центр для белорусов для сдачи теста LSAT расположен в городе Москва, Россия. Здесь указана контактная информация центра и его код. Если же вы все-таки решили сдавать тест LSAT, то рекомендуем вам прослушать еще одну короткую лекцию на нашем YouTube-канале «Особенности стандартизированного тестирования». Там вы ознакомитесь с важной общей информацией, которая применительна к стандартизированным тестам, например, касательно регистрации, оплаты, рассылки результатов и сроках дедлайн. Большое спасибо за внимание. Желаем вам высоких баллов. До скорой встречи и до свидания. Продолжение следует...